Пятидесятилетию ЗАЗ-966 посвящается. В Запорожье состоялся восьмой слет владельцев запорожцев, во время которого устроили показ фестиваля авто на центральной площади. О том, как это было, смотрите в следующем сюжете. В нашем городе подобный слет владельцев автомобилей ЗАЗ-966, более известного всем как запорожец, проходит уже во второй раз. В этом году, в годовщину создания ушастого запорожца, в столицу казачества приехали участники из 26 городов Украины, а также России и Белоруссии. Сначала владельцы ретроавтомобилей проехали колонны через весь город, а потом устроили показ фестиваля на центральной площади города. Около 50 ярких тюнингованных автомобилей. Вначале участники выстроили композицию в виде аббревиатуры ЗАЗ, после чего с удовольствием поделились своими историями из жизни, в которых запорожец для многих из них стал своего рода как член семьи. Грубо говоря, я женился на этом запорожце. Это достался от дедушки жены. И вот так он у нас и так и прижился. Мы его лелеем, мы его ремонтируем. Ну и вот так мы бережем его, как зеницевого, как семейная реликвия у нас. Я приобрел его в 2011 году и приступил к реставрации. Четыре года у меня заняла эта процедура. В прошлом году я его в конце лета уже собрал. Это что-то как бы в душе. Мне нравится эта машина, я люблю ее. Этот экземпляр я купил 10 лет назад за 50 долларов. А вообще запорожце в нашей семье еще с 80-х годов. И я маленький еще помню. То есть самые яркие воспоминания с детства, это как раз связанные с запорожцем. Хочется вновь и вновь прикасаться к вот этой автомобилю, да, прикасаться к воспоминаниям. Это наш автомобильчик, который является семейным. Мы его сделали втроем. Я, брат и отец. Вот. Машина у нас в семье уже с 2000 года ориентировочно. Судьба ее такая. Она была когда-то поменяна на мобильный телефон Ericsson. Попала именно таким образом в нашу семью. Попала сначала к брату двоюродному, потом от двоюродного брата попала в нашу семью. Эта машина связана в первую очередь с городом, с его историей. Это, скажем так, это частичка каждого запорожца как человека. Иметь такую машину, это просто, не знаю, такое какое-то отдушина для души, наверное. Организаторы надеются, что в следующем году фестиваль соберет еще больше участников, так как в этом автомобиле дух времени и целые истории многих поколений. Однако где именно пройдет очередной слет владельцев запорожцев, пока неизвестно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова